Монстр куда-то ушел. А вдруг он сейчас начнет ловить моего папу? Ведь тот остался на дороге, ищет меня, переживает. Нужно продумать план побега. Так, вниз по дереву мне не спуститься, потому что не за что зацепиться. Можно сделать веревку из простыней и одеяла, как в кино. Но, как сказал папа, мы живем не в кино, и длины веревки, скорее всего, не хватит до земли. Либо она развяжется, я упаду и сломаю себе ноги. Что же делать? Соорудить летательный аппарат из кровати и одеяла? Ну да, размечтался. Это уже за грани фантастики. Что это там? Ого! Да тут дырище! Трещина в стволе, что ли? Сразу и не заметил. Может попробовать туда залезть? Да она глубокая. Нужно проверить, куда она ведет. Ох, кажется, я застрял. Вот сейчас гигантер придет, увидит, что я хотел его обмануть, избежать, разозлиться и откусит мне голову. Нет уж, лучше поднапрячься и высвободиться. Получилось. Все-таки хочется еще пожить, хоть немножко. Ну и ну. Значит, это тайный выход из дупла. Может, гигантер не ел своих жертв, если они все от него сбегали? А может, он и вовсе не так плох, как я про него подумал? В любом случае, нужно уносить отсюда ноги, пока не поздно. Все-таки тут не дом отдыха. Что это? Похоже на какое-то захоронение. Может, тут захоронен маленький монстр? Может, это его сын был? Хотя, навряд ли у такого чудовища могут быть дети. Даже не представляю себе это. Гигантер идет. Нужно уходить отсюда по-тихому. Буду на этот раз прятаться за деревья, если что. Буду на этот раз прятаться за деревья. Звук сирены. Кажется, монстр заметил, что я сбежал. Скорее всего, сейчас начнет преследовать меня. Отец ехал в заброшенную школу. Там его ждут. Но где эта школа, я не знаю. Значит, нужно идти к тому месту, где мы расстались. Так он меня учил. Ух, как разозлился гигантер. Бесится, наверное. Кажется, сюда бежит. Пронесло. Не заметил. Он направился как раз туда, куда я и собирался. Да что же такое? Не прошло и пяти минут. Уже назад бежит. Разбегался тут по лесу, понимаешь ли. Как лось. Кажется, машина наша стоит. Папа! Сынок! Ты цел? Да, все нормально. Я сбежал от гигантера. От кого? Ну, это я так чудовище это назвал. Я был в его логове, в дупле дерева. Но, как видишь, он меня не тронул. Хотя и мог это сделать. Но я на всякий случай от него сбежал, чтобы ты не волновался. Пока ты был в плену, я успел съездить в школу за помощью. Вот этот ученый дядя задаст тебе пару вопросов. Мальчик, чудовище, которое тебя унесло, называют сиреноголовым. Оно очень опасно, так как любит ловить маленьких детей. У нас есть прибор, позволяющий усмирить его и нейтрализовать. Но мы никак не можем его поймать. Сиреноголовый очень умен и осторожен. Вот только что оно само прибежало к нам в руки. Но я упустил его, так как не был к этому готов. Теперь понятно, почему он, сломя голову, уносил отсюда ноги. Ты можешь отвезти нас к тому дереву, где, по твоим словам, у него находится логово? Могу. Но если оно нападет на нас, что мне делать? Будете с папой прятаться у меня за спиной. Вот против этого прибора сиреноголовый не попрет. Так как уже хорошо знаком с ним. Уже я-то теперь не промажу. Идем. Вот это дерево. Сиреноголового поблизости, кажется, нет. Вот в то дупло он меня засунул. А я сбежал через глубокое отверстие в полу, которое вело в самый низ. Все сходится. А что именно? Кроме тебя, у этого чудовища побывало много учеников из соседней школы. Этот сиреноголовый, понимаешь ли, очень любит похищать детей. Но все они сбегали от него, так же, как и ты. В итоге школу закрыли много лет назад. А теперь вот меня пригласили, чтобы я помог поймать это чудовище. Кажется, сиреноголовый возвращается. Устроим ему засаду. Прячьтесь за дерево. Пусть только подойдет поближе. Уже я не промажу. Балди, будь здоров. Да тихо вы. Спасибо, папа. Вы что, издеваетесь? Правила хорошего тона требуют. Когда кто-то чихнул, пожелать здоровья. А в ответ получить слова благодарности. Ну вот, молодцы. Вы его успугнули. И он теперь сюда в ближайшее время не придет. Я пожалую снова с директору. Он будет вами крайне недоволен. Пожалуйста, не нужно. Он меня уволит. Я больше не буду. Конечно, не будете. Вас же уволят. Перестаньте угрожать моему папе. В конце концов, это благодаря нам. Вы теперь знаете, где обитает сиреноголовый. Ладно. Я изготовлю ловушку. И размещу ее в логоме монстра. Возможно, это самый лучший способ поймать его. Пора возвращаться в школу. Что же будет в следующей серии? Поймаю для сиреноголового. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Ну и подпишись уже, наконец. И лайк поставь. Не ленись. Хорпик ждет. Хорпик ждет. Чтобы ты подписался. Лайк поставил. Помид наставил. Хорпик ждет. Хорпик ждет. Давай не ленись. Подпишись. Хорпик ждет. Хорпик ждет. Да. Ес. О да, детка. Дай. Продолжение следует...